В ночь на субботу не самая, в общем, жесткая и опасная дорожная авария на улице Черепаново, что в Екатеринбурге, стало большим событием благодаря крутости водителей ее устроивших. Не поделили дорогу молодой Андрея Станем на «семерке» и пожелавший остаться неизвестным водитель «Жигулей» с приблотненными номерами 006. Да, «семерка» выезжала со двора и должна была старшую модель пропустить, но пилот ВАЗ-2107 и его многочисленные свидетели утверждают, что 99-ка неслась на полном скаку, как невидимая торпеда с выключенными фарами. Я выезжал со двора, машин не было, только выехал немного, слышу виск тормозов и удар жесткий, переднее левое крыло, смотрю стоит 9-9, вся тонирована, ничего не видно из него, она полностью тонирована, посмотрите на нее, он то ли пьяный, то ли что, я не знаю. Мы катались просто на велике, хотели велик, ели, смотрю, 99-й, ну, как, без фар, и вот молодой человек выезжает, и такой удар сильный, как, мы смотрим, он врезался, он без фар даже аварийку не смог включить, как, по идее, надо же аварийку включать, хоть и в аварии, но он не включил, он пьяный, ничего-то типа такого. В ответ на эти обвинения водитель 99-й нашел, что сказать своим оппонентам, причем заявления его звучали, можно сказать, сенсационно, все свидетели и видители подставные. Они здесь живут в этом доме рядышком, только мы с ними столкнулись, они позвали свидетелей на велосипедах, какие-то молодежь подъехала, их друзья подошли, а я живу, как бы, в конечном поселке, далеко отсюда, они начинают давить своими свидетелями, сейчас где-то приезда, где-то приедутся, я ехал по главной дороге, они выезжают старостепенно, я абсолютно презвый, все нормально, как бы, ехал, скорость не превышал. Причем парни из выезжавшейся двора «семерки» утверждают, что в интимной, так сказать, беседе с ними пилот 99-й еще добавил, что у него, мол, в милиции все схвачено, и сам он в прошлом из органов. Судя по приблотненным номерам, 006, может, какие-то связи с ГИБДДшниками у него действительно есть, но вот в разговоре с журналистами, фразами о друзьях-милиционерах, этот гражданин, конечно, уже не бросался. Определенную надежду на то, что органы разберутся, в его пользу он все же выразил. Сейчас перед разберутся. Ну а ГИБДДшники своими соображениями насчет вины и правоты обеих сторон с прессой делиться не стали, слишком много их всего заморочено.